Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». Особое мнение на 101FM Добрый день. У микрофона сегодня Мария Кожевникова, а она против меня. И впервые в нашей программе «Особое мнение» Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства». Это сеть кафе «Сушилка», «Сулугуни», «Куркума», «Дача», «Вкусно блин», в общем-то, известные всем и уже закрытые фабрика и арт-кофейни. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, накануне был День предпринимателя. Я вас поздравляю с ним, во-первых. Во-вторых, вчера я увидела у вас в Инстаграм интересную картинку, где вы пишете День предпринимателя со слезами на глазах. Со слезами на глазах, да. Вот всё действительно так плохо или есть всё-таки какой-то оптимизм? Ну, знаете, как бы у нас, как у предпринимателя, и у настоящих предпринимателей, конечно, всегда должен быть оптимизм. Мы же двигатели своих команд и бизнесов, и себя. Поэтому какая бы ситуация ни была, мы всё равно ищем поводы для оптимизма, поводы искать, куда дальше двигаться. То есть в этом плане процесс не останавливается. И, конечно, мы уже строим планы, думаем, как пользоваться этой ситуацией. То есть мы где-то проиграли, смотрим, а где нам выиграть в этой ситуации. Да, вот об этом чуть-чуть позднее мы поговорим, но пока, наверное, всё-таки немножко о проблемах, о печалях. Вот уже представила вас как руководителя двух закрытых, да, всеми любимой фабрики, ну, многими любимой молодёжью Кировской и Арткофейни. Почему было принято решение об их закрытии, и почему именно этих вот заведений? Здесь несколько факторов сошлось. Во-первых, относительно затрат, невысокой рентабельности, ну, то есть маржинальность этих бизнесов была достаточно низкая. Затраты очень большие. Во-вторых, они в период закрытия вообще не могли генерировать никакой минимальной выручки. То есть они не могли работать на доставку. Но фабрика продаёт настроение и удовольствие, кофейни тоже атмосферу, это нельзя доставить. Поэтому, понимая, что мы неопределённое количество времени, скорее всего, длительное, будем закрыты, при этом мы будем копить огромные долги, и при этом неизвестно, какой рынок будет после, и мы приняли решение закрыть, чтобы просто не увеличивать вот эту долговую нагрузку, зафиксировать убытки, просто принять их, смириться и, условно говоря, прекратить эту историю. То есть это тот случай, когда проще сразу закрыть, чем ждать какой-то помощи, ещё чего-то, да? Да, риски слишком большие были, и если, допустим, в обычной ситуации какой-то из наших бизнесов чувствовал себя не очень хорошо, сезонность или ещё какие-то факторы, мы могли это перекрывать как-то другими ресурсами. Но у нас сейчас не осталось никаких ресурсов. Все ресурсы были направлены на выживание, скажем так, более работающих бизнесов, и как-то со слабыми игроками пришлось расстаться. Ну вот по поводу более работающих, да, а за счёт чего их на плаву удается держать? Вот я уже послушала ваше последнее интервью, там вы говорите, что доставка – это только 10% от прошлых выручек. Ну не будем там о сушилке говорить, да, у которой это там одно из основных направлений. Вот, а остальное – это что? Ну, доставка плюс самовывоз – это 10-20% выручки от обычной. Соответственно, все деньги, они идут только на выплаты сотрудникам на покупку продуктов. Слава богу, мы договорились с арендодателями. С ресурсоснабжающими компаниями, к сожалению, не получается. То есть коммуналку приходится оплачивать, изыскивать средства. И сотрудники, так как они всё равно получают мало, то приходится доплачивать из каких-то своих источников. А всё равно получают мало, вы имеете в виду сокращение зарплат? Да, сокращение. То есть работы на доставке мало, они работают не два на два, как обычно, там день через три или ещё меньше. Они меньше часов иногда работают, и у кого-то там вообще, получается, не можем предоставить работу. Поэтому, конечно, доход серьёзно снизился, в том числе и у сотрудников офиса, у каких-то обслуживающих сотрудников. У всех очень сильно снизился. Управляющие там, например, я и другие директора, в принципе, без зарплат, ну, то есть сразу же обнулили, в том числе март. И с какими-то ключевыми сотрудниками тоже мы договорились, что мы начисляем зарплаты, но пока не выплачиваем. То есть у кого есть какие-то подушки безопасности, условно говоря, мы в долг компании это копим. И за счёт этого получается хотя бы линейным сотрудникам делать какие-то выплаты. Все поняли, все пошли на уступки? Или есть те, кто увольняются? Ну, были, есть люди, которые, конечно, увольняются. Это в основном линейные сотрудники с руководителями, там, с административным персоналом. Мы со всеми договорились. То есть всё-таки, ну, команда долго собиралась, мы все любим, чем занимаемся, и очень хорошо друг к другу относимся. Поэтому, в принципе, все адекватно относятся к ситуации и действуют адекватно. Вы сейчас сказали, что заказов на доставке мало. Я так понимаю, вы имеете в виду вот те кафе, да, там, Сулугуни, Куркума, Дача, которые раньше на доставку, возможно, не работали, теперь они начали работать, да? Да. А, допустим, сушилка, ей там удалось как-то в этот момент, наоборот, подрасти или нет? В целом, рынок доставки вырос, конечно, то есть у людей нет возможности ходить в рестораны, но они хотят есть какую-то вкусную, недома приготовленную еду, поэтому в целом рынок доставки вырос. У сушилки, например, доставка выросла примерно на 30%, но потери от ресторанов она не перекрыла всё равно. Поэтому, ну, как я сказал, в ноль, работаем в ноль хотя бы, и то это без учёта, без ремонтов, без амортизации оборудования, без покупки. То есть имеется в виду, что хотя бы сколько пришло, мы заплатили продукты, зарплаты, коммуналку и не остались должны. Ну, при этом и аренда тоже ноль везде. Очень часто приходится читать, особенно в комментариях, в разных злобных комментариях и в злобных группах, люди пишут, вы же бизнес, вы должны иметь подушки безопасности, на что вы вообще рассчитывали, почему вы не думаете о завтра. Вот, на самом деле, сейчас вы на некой подушке живёте или это не только для малого бизнеса, но и, допустим, для более-менее среднего, крупного проблемы? Ну, я думаю, что для большинства проблем есть бизнесы старые, сформированные, которые могут какую-то подушку копить. Мы бизнес развивающийся, поэтому практически вся прибыль у нас шла в кредиты. И, например, мы там в конце прошлого года взяли серьёзные кредиты, построили сушилку в чистых прудах, полностью ремонт сделали, увеличили площади сушилки в Олимпе. То есть в сумме порядка 15 миллионов мы взяли в кредит, обновили, и, как бы это смешно не было, но в 6 вечера сушилку открыли, в 10 закрыли, 28 марта. Кредиты никуда не делись. И до этого, в общем-то, все проекты у нас открывались на кредитные заёмные средства, поэтому прибыли в основном шли в покрытие заёмных средств. И, повторюсь, мы бизнес развивающийся, то есть когда у нас появляется возможность, мы открываем новое заведение, создаём новые рабочие места, создаём новое налоговое поступление. И ещё важный момент, про который тоже часто забывают, чем больше заведений, тем больше конкуренция ведь не только за потребителя, но и за кадры. Соответственно, чем больше заведений, тем выше зарплаты. Нам приходится конкурировать и здесь. Если рынок сужается, зарплаты пойдут вниз. То есть даже в этом моменте никто экономику не отменял. И это тоже опасность. Если закроется там 30-40% ресторанов, например, то надо понимать, что зарплата сильно снизится. И я много слежу за Москвой, там обсуждают тоже эту историю. И если линейный персонал это, конечно, в меньшей степени коснётся, то по управляющим, по шефам, по главным маркетологам и так далее ожидают очень существенное снижение зарплат. То есть, ну и вернёмся к подушке, повторюсь, подушки нет. И куча бизнесов, которые открылись, условно говоря, за последний год, например, им просто её негде взять, они ещё кредиты возвращают. И относительно ресторанного бизнеса, низкая маржинальность. То есть мы уже с 2014 года, уже нас выжимают, выжимают, продукты растут, а цены не растут. Я вот смотрел выборочную статистику, с 2014 года у нас продукты подорожали примерно на 50%. Из-за санкций. Входящие из-за санкций, других факторов, коммуналки и всё остальное выросло процентов на 20-30. А цены изменились примерно на 15%. Вот если взять 2014-2015 год и 2020, то цены у ресторанов изменились в районе 15-20%. И кто страдает, понятно, что предприниматели в меньшей степени, точнее в большей, и сотрудники. То есть вот что ещё практически константа, это зарплата сотрудников с 2015 года в нашей отрасли. Если вот с 2010 года, когда мы зашли, до 2014 года она индексировалась почти каждые полгода, потому что рост рынок, увеличилась потребность, и нам приходилось индексировать зарплаты, потому что это конкурентная борьба, то с 2014 года зарплаты сотрудников общественного питания просто встали. При этом мы понимаем, как менялось всё остальное. И то есть к тому времени мы уже были все выжаты, а здесь ни про какие подушки безопасности даже речи нет. Понятно, что хочется помощи, помощь нужна, но главное там и первое, что стало бы помощью, как говорят и сами чиновники, это просто открытие бизнеса. И вот представители общепита не только... Ещё не пикетировали здания правительства, но уже устраивали флешмобы в соцсетях, написали письмо на имя губернатора с просьбой открыть, но вот там вы просили с первого числа открыть. Был ли какой-то ответ? Вообще власть идёт с вами на какой-то диалог? Ну, официальной реакции нет. Диалогов ни с Роспотребнадзором, ни с властью нет, только с отдельными представителями, депутатами, которые пытаются наши какие-то мысли передать выше. Роспотребнадзор в принципе закрыт от нас. То есть у нас какие-то отношения... И от всех предпринимателей? Скорее всего от всех, да. Пытались выйти на диалог. Максимум, что у нас получилось, это вебинар, где нам рассказывали с Анпины 79-го года, которое мы и так должны знать, в принципе, а чего-то нового, конструктивного мы не получили. Поэтому мы в таком информационном вакууме абсолютно. Вот на этот счёт, да, вот в том последнем интервью с Натальей Поздышевой, которое я посмотрела, вы сказали интересную мысль, назвали общепит разменной монетой в игре Роспотребнадзора. Вам кажется действительно вот то, что происходит только видимостью сдерживания инфекции? Или о чём вы? Ну, я имел в виду, что идут самыми лёгкими путями. То есть выпустить какие-то указы, закрыть тех, кого легко закрыть и контролировать, и при этом абсолютно нет никакого контроля за теми, кто остался открытым, или за теми, что происходит на улицах. То есть нас делают заложниками различных показателей и индексов, при этом никто не контролирует то, что влияет на эти индексы. И получается, что органам исполнительной власти лень контролировать соблюдение карантина. Показатели не улучшаются, а мы остаёмся закрытыми, пока они не улучшатся. Поэтому вот здесь я имел в виду, что мы такие вот заложники всей этой ситуации и в какой-то степени бездействия. А что вы имеете в виду там под лень контролировать? То, что происходит в магазинах, в поликлиниках? О чём вы? Да, в общественном транспорте, в поликлиниках, в магазинах, везде. Да, мы все ходим по улице, все видим, что происходит, что карантин у нас остался только на бумаге. Слава Богу, в органах власти, и то не во всех. И он остался вот в лице закрытого бизнеса. Больше карантина я нигде не наблюдаю. Если это полумеры, то реальные меры, какими, на ваш взгляд, должны быть или должны были быть? Ну, на старте власть, наверное, должна была принимать либо радикальное решение, то есть действительно серьёзный карантин, как это делали в некоторых странах, бескомпромиссный, быстрое исправление ситуации, потом постепенное, но относительно быстрое открытие, ну, либо уж как-то более сглаживать. И общепит, парикмахерские, слава Богу, их вот открыли, действительно оказались такими заложниками, потому что, к сожалению, ещё с советских времён вот сотрудников Роспотребнадзора и всех воспитывали так, что мы прям самые злостные нарушители, грязь, антисанитария и вообще ужас, и с нами надо бороться. То есть с нами надо не работать, нам надо не помогать, с нами надо бороться. И обычно все методы же и сводятся контроль, штраф, контроль, штраф, вместо рекомендаций, каких-то помощи или ещё чего-то. И в этой ситуации, конечно, мы оказались первыми, кого надо закрыть, как самых опасных. При этом у нас давно не Советский Союз, конкурентная борьба, и рестораторы, в первую очередь, сами заинтересованы, чтобы их продукт был безопасный, чтобы не было никакой негативной обратной связи от гостей. И, в общем-то, мы сами болеем душой за это. Но, к сожалению, у нас всех под одну гребёнку, извиняюсь за выражение, и пивнушки, и непонятные закусочные, и рестораны все под одну гребёнку. Ну, понятно, что здесь просто речь о том, что мы потребляем, да, и, видимо, из-за этого вот такие особые условия. Вы просили открыть кафе с 1 июня, или хотя бы как-то ослабить режим, да? Ну, вот накануне стало известно, что до 3 июня точно вас не откроют, что появилось там новое постановление. Вы что предлагали, что просили сделать, чтобы вот хоть как-то начать работу? Ну, мы готовы к различным мерам, и те, которые были прописаны в рекомендациях, типа раздвижения столов, ограничения там дистанций. То, что было написано про дезинфекцию, мы это соблюдали ещё в марте, это было ещё в марте прописано. У нас закуплены и все средства, и антисептики, и приборки проводились уже в марте. Некоторые моменты, типа там, не знаю, приборка, туалеты каждые 3 часа, так они и так у нас каждый час или где-то полчаса прибираются. И многие там протирание столов после каждого гостя, оно тоже и так делалось всегда. Поэтому в целом-то мы готовы к любым мерам. При этом мы прекрасно понимаем, что к нам не побежит там толпа гостей, что мы будем также работать на низком трафике. Но даже если придёт ещё 20% там гостей и принесёт какие-то деньги, то наши сотрудники смогут ещё больше получить, а наши убытки будут, ну, менее значительными. Я даже не говорю здесь про прибыль, здесь вообще речи про прибыль у общественного питания, не знаю, до конца года не идёт, мне кажется. Речь идёт только вот выжить, минимизировать долги, чтобы в 2021 год выйти в каком-то более-менее состоянии адекватном. Раз уже заговорили вот о том, пойдут ли люди к вам, вот какие перспективы, на ваш взгляд, вообще нормализации обстановки? Понятно, что сейчас все привыкли там есть дома, экономить на еде, да? Но в то же время эта культура, она же в нас, да? Культура посидеть вечером с подружкой. И она росла все эти годы, и чем моложе люди, тем они больше, выше потребность в этом. Поэтому всё равно гости вернутся. Повторюсь, не в тех количествах, может быть, как раньше, да, может быть, уйдут большие банкеты за столи, но гости вернутся. И не в этом году. Нас и сейчас постоянно, там каждый день, там спрашивают, когда вы откроетесь. Если в кафе приходят люди за едой, за обедами, они спрашивают, ну, когда уже к вам можно будет прийти, сесть. То есть гости точно вернутся. Вопрос в каком количестве. Выстроятся ли в очереди, да? Побегут ли все в кафе? Нет, в очереди точно не выстроятся, не побегут, но вернутся. Федеральный Роспотребнадзор дал рекомендации вот по поводу того, что можно сделать, да? И одна из них, это изначально открытие небольшие по площади кафе до 50 квадратов. Кстати, вот я подсчитала в рекомендациях такие кафе можно было открыть, предлагали открыть после снятия режима самоизоляции. Режим самоизоляции уже сняли, кафе не открыли. Но вот даже вопрос про 50 метров, это правильный подход или неправильный? Ну, он был изначально неправильный, это документ конца апреля. На 23-е. Его продолжают цитировать, но на самом деле, если верить Роспотребнадзору, он потерял свою актуальность. То есть, вот у них вышла в мае рекомендация про три этапа, и вот та рекомендация апрельская, она как бы утратила силу. Поэтому, слава богу, 50 метров и различные другие моменты, типа про 10 человек в кафе, они вроде как сейчас от них открещиваются, говорят, что нет, это уже не актуально. Но опять же и не актуально то, что как сняли самоизоляцию, так открыли кафе, да? Больше тут вопрос в том, что они вот обозначили три этапа, да, там, и они зависят от этапа от трёх параметров, количество тестов, количество свободных коек, есть такой хитрый параметр РТ, который высчитывается уровень заболеваемости. Один человек заражает, скольких один человек заражает? Ну, это они так назвали, но, к сожалению, математическая логика там заложена совершенно другая, и вот этот показатель третьего этапа 0,5, он просто недостижим физически, и даже если кривая заболевших пойдёт вниз, а она же пойдёт равномерно, там будет в этой формуле и числитель, и знаменатель меняться, не будем вдаваться в подробности. Но, в общем, самое главное, что этот индекс практически недостижим. Это больные просто должны резко закончиться, в принципе. Поэтому для нас вот это, если власть будет строго придерживаться этой рекомендации, то мы тогда никогда не откроемся. А вообще вот по ощущениям, не знаю, ну, вот видите, говорите, что диалога не получается, да, поэтому сложно понять, какие планы-то вот с 1 июня, там, ну, с 3 июня, есть вот какие-то шансы на то, что откроют? Только надежда, надежда, вера, все, к сожалению, больше никакой информации или каких-то посылов, что готовьтесь, там, какие-то условия предварительно, что мы вам спланируем открыть, но вот с такими-то условиями вообще никакой информации нет. Ну, в общем-то, вот уже за эфиром мы с вами разговаривали, что общепит, наверное, он стал одной из наиболее пострадавших отраслей, еще торговые центры. Если в ближайшие 2-3 недели, там, не знаю, месяц не изменится ситуация, есть у вас какие-то прогнозы, что может еще произойти, сколько еще может закрыться? Самый большой риск это арендодатели, то есть арендодатели, ну, на месяц-два они соглашались, да, там, подписывали нулевую аренду, либо там процент от обороты, который очень низкий, соответственно. Но самое страшное, если у них когда-то начнут заканчиваться силы, и они будут говорить, например, все, съезжайте или платите аренду, как раньше, потому что это достаточно существенная такая строка расходов. По сотрудникам, конечно, за 2 месяца как-то адаптировались, но апрель-май мы еще переживаем, потому что какие-то юрлицы, какие-то компании субсидии получили, хоть и маленькие, но тем не менее, они хоть какую-то часть долго закрывают, да, далеко не всю, но какую-то часть. А в июне и далее у нас же пока вообще никаких перспектив ни на местном уровне, ни на федеральном, поэтому каждую неделю закрытие будет, скорее всего, увеличивать вероятность появления новых закрытых кафе, а самое главное увеличивать расходы предпринимателей, долги точнее, и это все в будущем приведет к максимальной оптимизации расходов со стороны бизнеса. Его просто загонят обратно в серую зону. То есть то, что налоговая проделала за последние лет, то обеление, которое она проделала, это просто все может сойти на нет, потому что ну, когда у предпринимателя встает риск либо посидеть в тюрьме, либо банкротство семьи, голодные дети и так далее, я думаю, что некоторые начнут выбирать риск даже посидеть в тюрьме. Банкротить предприятие вам теперь нельзя. А банкротить нельзя, потому что в залогах, в кредитах все имущество в том числе. Ну, банкротить по закону нельзя, до какого-то периода. Но имеется в виду, что в прямом смысле банкротиться и разоряться нельзя, потому что у многих заложено все имущество и высокие ставки в этой игре у предпринимателей. Ну вот, насколько я знаю, в том письме открытом губернатору вы как раз просили предусмотреть какие-то меры поддержки в июне, и до тех пор, пока вас не откроют, если не откроют. Давайте о мерах поддержки, которые там уже удалось получить или на которые вы рассчитываете, поговорим после перерыва. Сейчас уйдем на рекламу на полторы минутки. Продолжается программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Мария Кожевникова. О свое особое мнение высказывает Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства». Андрей, заговорили уже о мерах поддержки. Вот хочу вас спросить о том, что уже удалось получить, о том, что планируется и насколько вообще меры, которые предлагают власти, в том числе и региональные, да, сейчас, насколько они реальны для того, чтобы вообще этим воспользоваться? Ну, нас коснулись пока в основном только федеральные меры поддержки. Некоторые коснулись, конечно, их недостаточно, конечно, это там, ну, такая капля в море, но что-то есть. Из того, что получилось, это автоматическое продление лицензий всех, ну, потому что мы и ходить не могли продлять. У нас по некоторым компаниям получилось за апрель получить субсидии, вот 12 тысяч на человека. А почему по некоторым? Потому что в некоторых уже количество сотрудников больше, ну, меньше, чем 90 процентов осталось. Особенно в небольших предприятиях, где там, допустим, ну, 12-13 человек, два человека ушло, все, она уже не попадает под субсидию. В мае мы посмотрели, у нас уже практически нигде не получится получить субсидии. Дальше из приятного, ну, банки пошли навстречу по рекомендации правительства и отсрочили выплаты по кредитам, получили мы каникулы до октября, но, конечно, с увеличением капитализации, то есть проценты падают в тему кредита. Наверное, Беспроцентные кредиты или они вам не нужны? Беспроцентные кредиты на зарплаты мы не получали там свои сложности, были вот сейчас новые объявленные кредиты будем пробовать получать, те, которые по льготной ставке, либо которые будут субсидироваться государством при выполнении условий до апреля, получается, следующего года. Тоже не все компании проходят, потому что для их получения необходимо, чтобы в данный момент было более 90% сотрудника к мартовским показателям. Но, как я раньше сказал, уже не все компании смогли сохранить. Это какой-то камень преткновения, да, вот эти 90% штата и вот наши региональные льготы, они ведь тоже, да, должны были с этим камнем быть, но вот сегодня прошло заседание бюджетного комитета и там эту цифру, видимо, меняют на 70%, по крайней мере, поступило это предложение, да, плюс там еще несколько ограничений, полтора мрот, средняя зарплата на сотрудников, вот наши региональные льготы, насколько реально для вас получить, и может быть там вот вы в своей предпринимательской среде общаетесь, что говорят? по ОСН у нас, какие были предложения с нашей стороны, да, снизить процент сотрудников, хотя бы вот до 70%, потому что мы предполагаем сильный спад экономики, сильный спад выручек и, соответственно, придется все равно сокращать количество сотрудников, ну, потому что просто нечем будет заниматься им. Дальше про полтора мрот был вопрос, что снизить, потому что в нашей отрасли средние зарплаты могут быть ниже, например, официанты получают небольшую зарплату, у них большой чай, мощицы посуды, уборщицы, поваров не сильно выше полутора мрот, поэтому средний показатель может не у всех дойти до полутора мрот, и даже тут речь не про серые компании, даже у белых компаний может не дойти до полутора мрот, плюс мы не понимаем, что будет с экономикой, и куда вообще зарплаты пойдут. И здесь государству, конечно, вопрос, точнее их довод, да, что мы вроде бы как серым боремся, но здесь ответ, ребят, что сейчас вроде не серым надо бороться, а вообще выжить как-то всем, а уж потом опять возвращаться к этой борьбе. есть у вас какой-то прогноз, видение, сколько процентов кировских предприятий смогут вот эти вот льготы получить, учитывая вот эти полтора мрот, которые вы просили поменять, но их, видимо, не меняют. статистики нет по всем предприятиям, по ресторанам, я думаю, что единичные какие-то рестораны может быть как-то будут удовлетворять этим требованиям. Вы не пройдете, да, я так понимаю? Ну, у нас практически нигде не пройдет. Возможно, фастфуд пройдет, где вот официантов нет, соответственно, меньше влияют они на мрот, но вот классические кафе, рестораны, конечно, многие не пройдут. Мы говорим о снижении по ОСН ставки налоговой до 1%, либо до 5%, да, в зависимости от объекта налогового обложения. Предлагаем такие, но речь в целом хотя бы о каком-то снижении, потому что в Кировской области эти ставки максимальные возможные, что предусмотрено законом, в отличие от соседей. Вот, если говорить об этом, да, бизнес уже заявил о том, что собирается, не то чтобы пригрозил, да, власти, наверное, это... Ну, это не угроза, да. Бесполезно, да, о том, что может перейти в другие регионы, в частности, в Удмуртию, да, где для нового бизнеса эти ставки еще с начала года снижены. Вот, действительно, начнете уходить? Есть уже мысли в этом направлении? Или все-таки что-то держит, чего-то ждете еще? Если законы будут приняты в том виде, как они есть, там еще важный момент, мы просили, он пока до конца 2020 года, мы проговорили про 2021 год, потому что в 2020 неизвестно, как мы еще работать начнем, и какие у нас вообще там прибыли, то будут, будут ли с чего этот УСН платить. А речь еще про продлить сразу на 2021 год. И если до 2021 года не продлят, то, конечно, бизнес, скорее всего, для выживания просто придется делать эти переходы. Это на самом деле не так сложно перейти в другой регион, да, и больше здесь действует, наверное, моральный фактор, потому что практически все рестораторы города это местные жители, кто здесь родился, жил, и, конечно, вот этот момент перехода в другой регион, он морально так немножко давит. И сейчас пока сдерживает, да? Конечно, но если руководство области посчитает, что не надо идти нам навстречу, то, наверное, наши руки будут и моральные обязательства тоже развязаны. Еще у меня есть несколько вопросов и еще у меня есть шесть минут. Хочу поговорить еще, может быть, о каких-то вот вещах, ну, немножко отойдем от бизнеса, да, и вот вообще об общей ситуации, ну, вот о том же масочном режиме, да, вы как там житель города, как вы вообще к этому относитесь? Вот опять же, то постановление, которое накануне появилось, в нем, если я правильно понимаю, магазины уже обязывают соблюдать этот режим, не пускать покупателей без масок, выдавать перчатки, вот на ваш взгляд эта мера, она правильная, действенная? Ну, я не вирусолог, не эпидемиолог, мне сложно здесь конструктивно говорить, но, как я уже говорил в начале, я за, я всегда против полумер, ни в бизнесе, ни в жизни, нигде нет ничего хуже, чем полумер, нет ничего хуже неуверенного водителя, да, и поэтому здесь, если выпускают какие-то такие указы, и их все соблюдают, наверное, это неплохо, но если это просто на бумаге, но по факту ничего не делается, то, наверное, в этом ничего хорошего. как сказал у нас в эфире вице-спикер УЗС Владимир Костин точно не помогает маска, которая на подбородке, то есть если вы носите ее только для полицейских, то как бы, ну зачем? Ну, в интернете уже много шуток, да, маска не помогает от вируса, но помогает от штрафа, специальные маски от штрафов, это, конечно, ну, такая странная, мы сами, и в силу уважения к ситуации, наверное, к закрытию, там в апреле достаточно строго соблюдали все эти режимы. Доставщики, наверное, без масок не работают. Доставщики обязательно, но они сейчас все это соблюдают строго, я сейчас даже больше там про лично про себя и про сотрудников, которых я там являюсь определенным авторитетом, тоже как-то говорил, что, ребят, давайте все-таки стараться, да, и избегали офисов, избегали контактов, научили пользоваться все зумом и другими средствами удаленной работы, но в мае постепенно стали выходить. И, конечно, в апреле, то есть я смотрел, что на улице происходит, в магазинах, конечно, приятно, что я себя в маске в магазине не чувствовал, извиняюсь, изображение придурком, то есть там были еще люди в масках, но нас обычно так мало было, даже в апреле, что, ну, вот все, что происходило, было очень обидно. Три минуты всего осталось, поэтому вот как раз давайте о зуме и вот обо всем, да, о том, что пришлось применить нового и интересного, много говорим о проблемах, всегда и со всеми спикерами, которые сюда приходят, но мне всегда интересно спросить и то, от чего хорошего-то удалось вынести из этой ситуации, развиться в каком-то направлении и личное какое-то развитие, развитие бизнеса, может быть, вот об этом еще расскажете? Конечно, мы определенные процессы научились делать более эффективно, мы научились пользоваться вот удаленными средствами связи, они, конечно, не всегда так же хорошо работают, как оффлайновые встречи, но тем не менее, как инструмент имеет место быть. Многие управляющие приняли решение по определенным сотрудникам про расставание, да, то есть всплыли все те, кто прятался за чьими-то спинами. Что вы имеете в виду? Ну, низкоэффективные сотрудники, слабые сотрудники, сотрудники нелояльные. В общем-то, среди тех, кто уволился или ушел, в основном, это такие сотрудники. И, соответственно, кто остался, ну, это такой золотой фонд, и прям, я думаю, что если нам разрешат работать, то будем сворачивать горы. Из хорошего, то, что нас вынудили даже тех, кто не хотел и не хочет заниматься доставкой и все-таки заниматься, соответственно, мы становимся, все заведения более многопрофильные, более гибкие, и я думаю, что доставка никуда не уйдет из этих заведений, тоже останется. Ну, и, наверное, еще из важного, это такая мысль, пока не сформулированная до конца, но, вот, из позитивного глобально, да, то есть мы предприниматели, нам надо думать, поэтому мы сейчас, конечно, очень серьезно задумываемся ускорить свой выход в Москву. То есть мы про это планировали через год-два закрыть все проекты в Кирове, кстати, да, у нас два проекта заморозились, должно было большое Сулугуни появиться на Конево, а в Максе должен был появиться грузинское кафе, но это пока на 100%. Закрыть все, вы имеете в виду, закрыть идеи по осуществлению нового, да, и пойти в другие регионы об этом бы. Ну, а вот лично для себя вообще вот эти два месяца вас изменили как-то? Да, сложно, наверное, нет, то есть какой-то эмоциональных сил или еще чего-то не прибавили, не убавили, не всегда, и не убавили, да, то есть здесь все осталось, как было. Андрей, спасибо вам большое за эфир, время заканчивается, наше доброго дня вам, доброго дня всем слушателям, ну и здоровья сейчас. Всем хорошего дня. Всем желаем. Особое мнение на 101FM